запустили общий тест патч 1.23 который доступен до 21 ноября приветствую вас на своем канале с вами варчик и сейчас подробнее вам все расскажу что же нас ждет в этом патче 1.23 новогоднем что доступно на общем тесте улучшение техники там есть некоторые изменения по сравнению с тем что нам показывали раньше аркада игра в снежки и ледниковый период также играя на тесте можно выполнить задания награды с этих заданий пойдут вам на основной аккаунт на основные сервера там можно получить день према 100 бон и 5 личных резервов плюс 50 процентов кредитом на один час награды небольшие но в принципе интересные суть заданий попадать в топ-10 по опыту в своей команде награды будут начислены в течение 14 дней после завершения первого общего теста который заканчивается 21 на своих экранах увидите режим аркада это игра в снежки здесь фугасы летят по навесной траектории выполнены они в виде снежков там эффекты как снежок разбивается разлетается звук эффект и все как надо мне понравилось как выглядят карты за окном у меня снега нет но хотя бы вот в этом режиме снег звук атмосфера все на месте также видим что еще немного украсили карты они еще и ночные мне в принципе очень понравилось как она выглядит единственное чего мне не хватило это мягкого рассеивающего освещения вокруг украшений которые светятся так было бы еще приятнее и уютнее на картах ну а так в принципе выглядит хорошо может быть конечно это из-за того что у меня клиент sd я решил hd не скачивать для теста чтобы он места лишнего много не занимал также на тесте можно еще попробовать режим натиск ледяной волк про него я рассказывал в прошлых видео также обновленный pve режим полигон для всех уровней по поводу улучшения техники в прошлых видео я вам рассказывал какие характеристики танкам улучшат но оказывается что есть некоторые изменения допустим вот сидиси помимо того что ему улучшат перезарядку ему еще и улучшат максимальную скорость перезарядка у нас было 7 и 3 будет 6 и 2 это мы уже знаем а вот максимальную скорость ему не а поле и многие говорили типа а где максимальная скорость танк абсолютно бумажный без брони вроде бы как про скорость а многие танки ездят быстрее него ему улучшат максималку было 57 будет 65 ну и надо дожать сидиси я считаю нужно теперь еще и на ныть ему стабилизацию поскольку такой огромный танк без брони чтобы нормально на нем стрелять еще с такой малюсенькой альфой надо остановиться и свестись стабилизации абсолютно не хватает чтобы нормально стрелять а пока ты на сидиси огромном останавливаешься и куда-то пытаешься стрельнуть есть очень много танков картонных у которых альфа побольше еще и маскировка получше и размер не такой большой у них намного лучше стабилизация им не надо останавливаться чтоб стрельнуть они могут и так стрельнуть а вот сидиси на ходу ну скорее всего будет землю копать также еще улучшат компанзер 3 project 07 х к это танк за 27 жетонов из боевого пропуска самый дорогой танк за жетоны надеюсь я правильное количество жетонов назвал у него улучшается вход выход в режим вместо 3 секунд будет 2 секунды также очень сильно улучшили стабилизацию в осадном режиме а также в осадном режиме улучшили перезарядку было 9 и 5 будет 8 и 4 что очень принципе хорошо также супер тестером добавили некоторые танки это пт-шка десятого уровня советская су-122 в с механика изменения наклона корпуса в осадном режиме 440 альфа 286 пробить основным снарядом 340 специальным скорость полета снаряда 1240 основным 1040 специальным перезарядка у нас в походном режиме 9 и 2 в осадном 8 и 2 сведения 2 и 5 в походном полторы секунды в осадном точность в походном 036 в осадном 026 увн и в походном минус 3 в осадном минус 10 максималка вперед 48 назад 20 в осадном режиме 12 вперед и назад удельная мощность 20 прочность танка 1850 броня 80 миллиметров обзор 360 незаметность у нас 14 и 4 это когда танк едет когда танк стоит 24 4 члена экипажа командир у нас еще выполняет роль радиста в общем какой-то танчик для каких-то будущих событий то ли клановых то ли аукционов то ли еще бог знает чего ну и также низкоуровневые танчики и t3 medium танк t3 e2 и tatra t3 возможно мы эти танки увидим на новый год поскольку там помимо высокоуровневых танков из коробок бывает еще и низкоуровневые также еще завтра нас ждет линия фронта ну или если вы смотрите 17 числа видео то сегодня 17 октября 7 утра мск стартует линия фронта для семерок на 7 уровне можно будет покататься в линию фронта я пострелю посмотрю какие танки лучше всего играются какой там фарм возможно если будет что мне сказать я сделаю отдельное видео про линию фронта 7 уровня и расскажу подробнее как она играется какие у меня впечатления от этого события также помимо линии фронта еще запускается акция на покупку 2d 3d стилей во внутриигровом магазине до 20 ноября на аккаунт вернется 30 процентов от их стоимости в игровом золоте скидка 30 процентов на покупку боевых машин седьмого уровня во внутриигровом и премиум магазине то есть можно купить прям танчики 7 уровня со скидкой или 2d 3d стиля я понимаю что много негатива к тому что трогают линию фронта и каждый раз все делают все хуже и хуже и хуже в плане фарма так точно но лично на мой вкус я бы не сказал что режим был идеальный в нем не требовались доработки но наверное не те доработки люди хотели вот лично свое мнение выскажу что мне не нравилось в линии фронта всегда мне не нравилось играть в защите люди которые дефят эти направления защищают базы а потом в конце эти пушки большие это очень душное занятие поскольку ты гоняешься по всей карте за людьми которые телепортируются после того как слились ты вообще не знаешь куда они тп шнуться и уже когда что-то произошло начинаешь реагировать на события и в итоге всегда не успеваешь и просто как собака гоняешься по этой карте и это вообще очень душное занятие мне не нравится в атаке я еще готов поиграть хоть и не сильно много но это более-менее нормально но в защите мне вообще никогда не нравилось играть лично мое мнение такое ощущение что лучше бы мы против каких-то ботов атаковали или не знаю еще против чего чтобы боты были разнообразные возможно какие-то некоторые сильные танки надо появлялись типа мини-боссов каких-то ли еще не знаю не важно что угодно можно придумать но в защите играть не хочется вообще всегда не было баланса между атакой и защитой то одну сторону об ну то другую то легко захватываешь и продавливаешь направление то тяжело каждый раз вот эти качели туда-сюда и всегда уменьшается фарм я не знаю как будут играться семерки посмотрим сделаем выводы еще 17 ноября у нас включится осенний ангар день танкиста мне кажется уже пора зимний какой-то ангар включать но понятное дело что он включится с новогодним патчем но в принципе ноябрь еще осень так что осенний ангар логично выглядит принципе вот такие вот новости завтра смотрим стрим по линии фронта потом делаем выводы пишите свое мнение в комментариях с вами был варчик карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока